всем привет в этом видео я хотел бы рассказать вам что такое макроэкономические риски что такое ввп понимание и механика макроэкономического риска также существует валютный риск юрисдикционный риск и регуляторный риск для начала я хочу затронуть вопрос что такое макроэкономика макроэкономика это раздел экономики изучающий производственные отношения структуру действия участников и системы принятия решений в целом в рамках отдельной страны или всего мира макроэкономика изучает агрегированные показатели ввп уровень безработицы индекс цен термин ввп для многих людей это непонятная аббревиатура что же такое ввп и почему он так важен для финансового мира есть множество вещей еда одежда автомобили бытовая техника электроника и так далее часть этих вещей привезена в нашу страну то есть импортирована но также часть вещей произведены внутри государства чем больше продукции производится внутри страны тем богаче ее экономика ввп воловой внутренний продукт это рыночная стоимость всех произведенных стране товаров и услуг для конечного использования за год то есть предназначенных для потребления а не для производства также ввп можно рассчитывать как общий доход граждан компаний и государства за определенный период при расчете не учитываются промежуточные цены на товары и услуги например металл из которого позднее произведут автомобили ввп важнейший макроэкономический показатель позволяющий оценить деньгах экономическую мощь если сравнить уровень ввп за несколько лет то можно определить динамику растет экономика или находится в застое или падает ввп по сути показывает сколько зарабатывает экономика страны увеличение ввп считается показателем развития экономики для развитых стран рост на три процента в год считается нормальным но развивающиеся страны должны показывать более быстрые темпы роста ввп если хотят догнать остальные государства по-английски ввп это gross domestic product сокращенно gdp ввп делят на номинальный и реальный отношение номинального ввп к реальному называется дефлятором ввп можно выразить как национальной валюте так и в иностранной это помогает сравнивать экономику стран между собой например по паритету покупательской способности оценивается не разница биржевых курсов валют а количество товаров и услуг которые можно купить за эти деньги существует три метода расчета ввп по расходам по доходам и по добавленной стоимости ввп это важный экономический показатель на душу населения при его подсчете общий объем ввп делится на количество проживающих в стране людей этот метод позволяет усредненно сравнить благосостояние населения многие правительства считают рост ввп главным показателем развития экономики чем больше уровень ввп тем больше производит страна а следовательно увеличивается объем денежных средств стабильно растущий уровень ввп привлекает инвестиций со всего мира именно поэтому инвесторы экономисты пристально отслеживают динамику изменения уровня ввп в различных странах в мировой экономике в целом макро риск это тип политического риска который может повлиять на все предприятия действующие в стране может иметь политический характер или быть вызван макроэкономическими факторами не подконтрольными государству понимание макро риска макро риск это тип политического риска который влияет на все классы активов подверженных риску в конкретной стране или регионе например страна которая избрала правительство которое противостоит иностранному влиянию и вмешательству тогда любая компания которая занимается прямыми иностранными инвестициями или ведет операции внутри страны столкнется с огромным макроэкономическим риском поскольку вновь избранное правительство может экспроприировать то есть отнять любые иностранные операции независимо от отрасли. Компании могут защититься от макрорисков, приобретя страховку от политических рисков. Макрориск и его влияние на рынок – это общая проблема для специалистов по финансовому планированию, торговцев ценными бумагами и инвесторов. Уровень безработицы, процентные ставки, обменные курсы и цены на сырьевые товары – это макроэкономические факторы, которые могут влиять на макроэкономические риски. Далее разберем валютный риск, но для этого нам нужно разобраться с юрисдикционным риском. Риск юрисдикции относится к рискам, которые могут возникнуть при работе в иностранной стране или юрисдикции. Эти риски могут возникать просто при ведении бизнеса, при кредитовании или заимствовании денег в другой стране. Риски также могут возникать из-за правовых, нормативных или политических факторов, существующих в разных странах или регионах. В последнее время юрисдикционный риск все больше сосредотачивается на банках и финансовых учреждениях, которые подвержены нестабильности, поскольку некоторые из стран, в которых они работают, могут быть зонами высокого риска для отмывания денег и финансирования терроризма. Риск юрисдикции связан с деятельностью в зарубежной стране или регионе и также может применяться в случаях, когда инвестор подвергается неожиданным изменениям в законодательстве. Теперь можем разобрать валютный риск. Валютный риск относится к убыткам, которые международная финансовая операция может понести из-за колебаний валютных курсов. Также известный как валютный риск – это риск обменного курса. Он описывает возможность того, что стоимость инвестиций может снизиться из-за изменений относительной стоимости задействованных валют. То есть валютный риск – это форма риска, которая зависит от изменения стоимости одной валюты относительно другой. В каждом случае, когда у компании проводятся бизнес-операции с иностранной валютой, они сталкиваются с валютным риском. Например, ваша компания экспортирует продукцию в США по цене 150 долларов за единицу. Контракт предлагает две поставки по 20 тысяч единиц каждая. На момент подписания контракта курс доллара составлял 63 рубля. На момент первой поставки курс составлял уже 60 рублей. А на момент второй, например, он составил 40 рублей. Это будет неприятная ситуация. Вот это и есть валютный риск. И валютный курс весьма подвижен. Среди основных факторов, влияющих на курс, нужно выделить состояние плодежного баланса и уровень инфляции. Помимо экономических, на валютный курс влияют и политические факторы. Инвесторы могут столкнуться с юрисдикционным риском в виде валютного риска. Понимание валютного риска. Валютный риск возникает, когда компания осуществляет финансовые операции, выраженные в валюте, отличающиеся от той, в которой базируется эта компания. Любая волатильность курса базовой валюты или курса динаминированной валюты повлияет на денежные потоки, возникающие в результате этой операции. Валютный риск может также повлиять на инвесторов, торгующих на международных рынках и на предприятия, занимающиеся импортом и экспортом товаров или услуг в несколько стран. Существует три типа валютного риска. Транзакционный риск. Это риск, с которым сталкивается одна компания, покупая продукт у другой компании, расположенной в другой стране. Цена продукта будет выражаться в валюте компании-продавца. Если валюта компании-продавца вырастет по отношению к валюте компании-покупателя, то при покупке необходимо компенсировать разницу платежи своей базовой валюте, чтобы удовлетворить контрактную цену. Риск переводов. Основная компания, владеющая дочерней компанией в другой стране, может столкнуться с убытками, если финансовая отчетность дочерней компании, которая будет выражена в валюте этой страны, должна быть переведена обратно в валюту основной компании. И экономический риск, также называемый прогнозируемым риском. Это когда на рыночную стоимость компании постоянно влияет неизбежная подверженность колебания валютных курсов. Чтобы снизить или вообще исключить валютный риск, участники рынка пользуются хеджированием. Попросту говоря, хеджирование – это договоренность купить или продать что-либо, например, товар или валюту, по определенной цене в будущем. То есть, зная, по какой цене произойдет сделка в будущем, оба субъекта страхуют себя от неожиданных колебаний цены. А финансистов, которые страхуют или страхуются от рисков, называют хеджерами. Что такое регуляторный риск? Это риск того, что изменение законов и правил существенно повлияет на ценную бумагу, бизнес, сектор или рынок. Изменение законов или нормативных актов, принятых правительством или органом регулирования, может увеличить затраты на ведение бизнеса, снизить привлекательность на инвестиции или изменение конкурентной среды в данном секторе бизнеса. В крайнем случае, такие изменения могут разрушить бизнес-модели компаний. То есть, получается, если мы планировали или вели уже действующий бизнес, при изменении каких-либо законов или нормативных актов, ситуация может развернуться против инвесторов. Нормативный риск – это риск того, что изменение законов или нормативных актов нанесет ущерб бизнесу или инвестициям, затронув этот бизнес, сектор или рынок. Правительственные постановления, которые часто необходимы для общественного блага, могут увеличить затраты на ведение бизнеса или ограничить перспективы дальнейшего роста, сократив прибыль и снизив окупаемость инвестиций. Так что практически любой бизнес может столкнуться со значительным регуляторным риском, учитывая полномочия любого правительства принуждать предприятия, работающие в его границах, соблюдая его законы. Регуляторные риски часто материализуются в результате недовольства общественным ущербом, причиненным бизнесом или бизнес-сектором. Но даже если новые законы так и не будут приняты, руководители предприятия обязаны оценивать и контролировать регуляторные риски и быть готовыми реагировать, если они действительно материализуются. Это может занять много времени и надолго, потому что регуляторный риск, связанный даже с одной проблемой, может растянуться на годы. Комплайнс риск. Риск соответствия. Риск соответствия – это риск того, что компания будет признана нарушающей уже установленные законы или нормативные акты. Это может иметь множество причин, включая неадекватный контроль, халатность, человеческий фактор. Обеспечение того, что бизнес был в состоянии поддерживать соответствие, может стать источником значительных расходов. Как и в случае с регуляторным риском, управление риском соответствия является важной частью общего управления рисками предприятия. Управление регуляторным риском предполагает дальновидное стратегическое мышление, а также тщательный мониторинг общего мнения и регуляторного процесса в данном секторе бизнеса. Риск соответствия, с другой стороны, предполагает знание существующих законов и нормативных актов и более систематический подход к проверке соблюдения компаний из всех из них. По итогу мы понимаем, что для успешного ведения бизнеса необходимо учитывать и рассматривать все перечисленные риски, быть максимально подготовленными и рассматривать с этих точек для ведения своего бизнеса, чтобы избежать неприятных изменений и обстоятельств. Надеюсь, видео было полезным и образовательным. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!